Студенты ЮРГУ продолжают ежедневно готовиться к самому масштабному мероприятию, посвященному Великому празднику. В 2015 году в честь 70-летия годовщины Дня Победы перед главным корпусом ЮРГУ выступили 70 пар, а в 2018 году их было более 140. Сегодня на репетициях присутствует около 100 пар, но, как отмечает режиссер-постановщик флешмоба Татьяна Мюллер, это не предел. С первого года этот флешмоб получил отклик большой. Мы даже не рассчитывали на такой отклик внутри ребят, на такое количество благодарности за участие в нем. Поэтому он вот уже незаметно прошел, идет пятый год подготовки. Каждый студент с нежным трепетом предвкушает выступление перед ветеранами на площади перед главным корпусом ЮРГУ. Этот танец будет возможностью сказать спасибо всем тем, кто в далекие годы Великой Отечественной войны совершили подвиг, который будут помнить в вечном. Когда ты просто читаешь это в книжках, изучаешь на руках истории, это не так трепетно и не так запоминается, когда ты чувствуешь себя частью этого. То есть ты проникаешься этим духом, духом победы, всеми этими воспоминаниями. И ты даришь это не только себе, но и тем же своим родственникам, которые приходят на тебя посмотреть, своим одногруппникам, однокурсникам. Когда они видят тебя, а не кого-то другого, у них все равно это по-другому воспринимается. У вальса победы невероятная энергетика. Среди участников организовывались не только танцевальные пары, но и пары, которые продолжили свои отношения. Некоторые даже сыграли свадьбу. У Татьяны тоже есть своя трогательная история, связанная с проектом. Это уже практически как ребенок мой. С учетом, что первый вальс победы я ставила беременная. И вот уже в этом году со мной ходит мой сын, который смотрит каждый вальс победы и который уже видит ветеранов. И уже в свои три с половиной года, находясь в ежемайской этой теме, вместе с мамой, он уже видит и понимает, что это за праздник. Поэтому, наверное, для меня вальс победы это не просто проект. Это какой-то зов сердца. И вот не хочется его заканчивать. Девушек в платьях военных лет и парней в форме, кружащихся под звуки нестареющего вальса, вы сможете увидеть 7 мая на площади перед главным корпусом Юргу. А для тех, кому не доведется увидеть его вживую, Юргу ТВ проведет прямую трансляцию.